В Смирныховском районе снова стреляют из всех видов оружия, которое применялось во Второй мировой войне. Рядом с федеральной трассой Южно-Сахалинск-Аха разгорелся бой между частями Красной и Японской императорской армии. И уже традиционно здесь проходит реконструкция событий августа 45-го года. Полицейский пост Хандаса стал первым хорошо укрепленным пунктом, который пришлось брать с боем. Организаторы хорошо изучили подробности первого столкновения двух армий на 50-й параллели, разделявшей два государства – СССР и императорскую Японию. 12 августа 45-го года наши войска прорвали оборону этого поста и двинулись дальше на юг для освобождения Южного Сахалина. В предыдущие разведения мы не попадали в эти сроки, потому что выходные дни. Но сегодня, 12 августа, и именно 12 августа наши войска смогли сломить первый укрепленный пункт, который встретился им на своем пути. И героическими усилиями двух дней боев они это все преодолели. Но, конечно, впереди их ждали новые испытания, но, тем не менее, после перехода границы, этот полицейский пост Хандаса был первым таким укрепленным пунктом. Итак, 10 августа военный совет 2-го дальневосточного фронта поставил частям боевую задачу. 56-му стрелковому корпусу при поддержке самоходного артиллерийского полка 11 августа перейти в наступление вдоль дороги в направлении Катон, Китон, Ками, Сикука, Найро. Сразу после объявления войны СССР Японии советские войска начали южно-сахалинскую наступательную операцию. Утром началось наступление 79-й стрелковой дивизии. Ее передовой отряд перешел государственную границу. Она представляла собой широкую болотистую просеку в тайге. Прошедший накануне проливной дождь превратил единственную грунтовую дорогу Анор-Катон в месиво, что сильно осложняло передвижение войск. Исходя из знаний советских уставов, гласящих, что пехота наступает за танками, японцы, не наблюдая бронетехники, не замечали подходящие пехотные подразделения и не открывали минометный и артиллерийский огонь. Впереди двигался разведывательный эскадрон под командованием старшего лейтенанта Литвицкого. На рубеже реки Хандасагава эскадрон был остановлен шквальным огнем противника, занявшего оборону в одном из опорных пунктов. Японцы оказывали ожесточенное сопротивление. Здесь наши солдаты столкнулись с кинжальным огнем японских пулеметов. Кавалеристы были вынуждены отступить, совершив, так сказать, разведку боем, из-за отсутствия точных и проверенных данных разведки перед наступлением. Сам Литвицкий получил ранение ног, но продолжал командовать. Дело в том, что за десятки лет оккупации противник выстроил вдоль границы систему мощных укреплений, и полицейский пост Хандаса был ее частью. Вдоль границы протянулась цепь бункеров и хорошо оборудованных укреплений Харамитокского укрепрайона. В ширину он тянулся на 12 километров и до 30 километров в глубину. Одним из самых важных было укрепление полицейского поста Хандаса, преграждавшего путь дивизиям передовой линии укрепрайона. Приграничный опорный пункт представлял из себя замкнутый четырехугольник с россыпью огневых точек, мощными бетонными дотами в вершинах, трехметровыми земляными валами между ними и рвами с колючей проволокой по периметру. В этом укреплении располагались два крупных пяти амбразурных дота. Они обеспечили введение огня в любом направлении, а берег реки был укреплен отвесной бревенчатой стеной. Доты строили из железобетона, внутри устанавливали специальный стол. В пол вбивались бревна, их торцы и служили рабочей поверхностью. Прочно и надежно. Краевед и поисковик Николай Дегтярев рассказывает, что пехотинцы залегали и начинали бить из ручных и станковых пулеметов по амбразурам. Японцы опускали бронированные заслонки. Как только расчет Дегтярева или Максима начинал менять ленту или диск, защитники огневых точек снова открывали огонь. Здесь совершил подвиг красноармеец Лаврентий Гордиенко. Стреляли, пулемет Дегтярева был и заканчиваются патроны. То есть если патроны закончились, дот начинает стрельбу и они погибают. И Гордиенко побежал за дисками для пулемета Дегтярева. Во время перебежки через дорогу, дорога же это та же самая, что была, в это время у наших заканчиваются патроны и начинают японцы стрелять. И естественно, по нему первому, по ногам перебили ноги, он упал на дорогу. А так как патронов нет, следующие уже наши, он на перебитых ногах подскочил, кинул сумку с дисками, с патронами и его убивают. К сожалению, подвиг хороший, везде описан, но он ничем не награжден. Абсолютно. Разные источники утверждают, что в советских штабах не было топографических карт крупного масштаба и навигационных карт планов прибрежных районов Южного Сахалина. После обеда к Хандосе подтянулись основные силы батальона и тоже сходу пошли в лобовую атаку. Однако история повторилась. Встретив открытый по ним кинжальный пулеметный огонь из нескольких дзотов и трех амбразурных дотов, красноармейцы были вынуждены залечь. 76-миллиметровые полковые пушки не могли пробить железобетонные укрепления, а танки еще не подошли из-за поврежденного моста. Ситуацию осложняло то, что из-за непогоды использовать авиацию было нельзя. Самолеты оставались на аэродромах. Поэтому, как это часто бывало, всю тяжесть наступления приняла на себя царица полей – пехота. Среди реконструкторов немало женщин. Каролина Родимцева приехала в Смирныховский район, чтобы стать санитаркой, спасать жизни наших бойцов, как когда-то это делали наши бабушки и прабабушки. На протяжении всей следующей ночи шло возведение переправы из всех возможных подручных средств для форсирования реки, которая разлилась после прошедших дождей. Солдаты стесывали противотанковый ров, чтобы боевые машины смогли продвинуться вперед и поддержать пехоту в их борьбе с дотами. К рассвету танки все же перебрались через реку, и штурм Хондасы возобновился уже с их помощью. Применив обходной маневр, бойцы стрелкового батальона, которыми командовал капитан Григорий Святецкий, вышли в тыл к противнику и перерезали японцам пути отхода, взяв укрепление в кольцо. Несмотря на жесточайший отпор, во второй половине дня сопротивление было полностью сломлено. Советские подразделения овладели этим опорным пунктом и закрепились на позициях. Это сражение до сих пор вызывает много споров у историков и краеведов. Например, по воспоминаниям некоторых солдат, которые участвовали в Южно-Сахалинской наступательной операции, в отдельных огневых точках сидели смертники. Их приковывали к пулеметам, и они вели огонь по наступающим цепям красноармейцев до последнего. Однако документального подтверждения этому не было. Мало того, ни в одном доте и дзоте не нашли ни одной цепи. Поэтому использование смертников в обороне Харамитокского укрепрайона так и остается под вопросом. Посмотреть на реконструкцию тех событий приехали участники Всероссийского молодежного форума «Острова». Семену Науменко интересно вдвойне. Здесь воевал его родственник. На Сахалине наступательной операции по освобождению Южного Сахалина участвовал мой двоюродный прапрадед Пуховой Сергей Иванович, который здесь на Сахалинской земле был старшим лейтенантом, командиром 518 объединенного пулеметного батальона отдельного стрелкового Сахалинского полка. Он получил здесь медаль, его приставили к награде за то, что в боях за город Катон в августе он, несмотря на пулеметный и минометный огонь противника, продолжал вести бой, что получилось для других подразделений тоже продвинуться. Также бои разворачивались на берегу Татарского пролива и восточных склонах Камышового хребта. Начались первые сражения за железнодорожную станцию и город Катон, который сейчас называется Село Победино. Еще один отряд под командованием майора Трегубенко захватил японский опорный пункт в трех километрах к юго-западу от Хандасы. Здесь проходила единственная автомобильная дорога, ведущая на юг Сахалина. Победа позволила обеспечить подкреплением все подразделения советских войск. Тогда же красноармейцы обнаружили первую карту. На нее были нанесены расположения японских оборонительных сооружений Харамитокского укрепрайона. На третий день, 13 августа 1945 года, в ходе ожесточенных боев за Катон, атакующие части получили серьезный отпор со стороны японцев неподалеку от реки Гильзовки. В то же время шли бои на высоте дальней. Там противник окружил отряд из 34 солдат. Красноармейцы проявили небывалую храбрость, однако в ходе боев погибло большинство бойцов, в том числе командир Туманов и военный фельдшер. В бою героически погиб сержант Антон Буйплы, который закрыл дзот щитком своего пулемета и обеспечил успех боевых действий всего отряда. Советские солдаты продолжали активное продвижение на юг острова. Уже на пятый день интенсивных боевых действий японский император Хирохита объявил о готовности сложить оружие и принять условия Поздамской декларации. Однако бои все еще продолжались. До каких-то японских частей указ императора не дошел. Где-то офицеры ему не подчинились. В ходе боев за Хромитокский укрепрайон трагически погиб от пули снайпера Леонид Смирных. 25 августа южно-сахалинская наступательная операция завершилась полным освобождением Южного Сахалина.